Кто из вас был в прошлое воскресенье и слышал проповедь, почему и как Бог возвысил человека? Вот мы будем продолжать сейчас понимать, в чем вообще уникальность человека. У человека есть способность принимать мысли и генерировать эти мысли. У человека есть такая способность, поэтому важно это увидеть и понять. Когда мы говорим, что дьявол что-то делает на этой земле, или Бог что-то делает на этой земле, мы не понимаем концепцию. Задача дьявола подкинуть тебе идею, чтобы ты начал генерировать эту информацию, и потом ты это будешь творить. Поэтому, помните, вложил сатана в сердце Иуды мысль, да? То есть он подкинул идею, а он начал развивать это. И, как правило, он совершил. Поэтому сказать, что вот дьявол там, не-не-не, подождите. Да, источник дьявол, да, он подкидывает идею. Я говорю про негативную мысль. Но ты, принимая эту мысль, развивая, раскручивая эту мысль, ты начинаешь производить, действовать. Все беды на земле делают люди, притягивают эти события. Просто они подключились к другому источнику. Поэтому ответственность лежит на людей. Вместо того, чтобы нам все время там гонять дьявола, знаете, есть служение, которое все время как проснулись утром и начали гнать дьявола. Они вот так гонят, что он всегда с ними. Ну, потому что, поймите, в чем смысл. И хотел сказать, в чем прикол. Ну, давайте лучше так. В чем смысл? Смысл вот в чем. О чем ты думаешь? О ком ты думаешь? Все, что находится в твоем, в поле зрения твоего воображения, твоих мыслей, вот именно в этом ты сейчас, с этим ты в контакте. Поэтому, когда люди начинают молиться, например, Отец Небесный, я так благодарю Тебя, что Ты сегодня дал мне жизнь, славлю Тебя, спасибо за Иисуса, дьявол пошел вон во имя Иисуса, демоны и бесы пошли отсюда. Вы только что собрали Бога, дьявола, демонов, всех собрали. Вы сделали такое большое собрание и начали с ними общаться. Зачем? Вы можете общаться либо с Богом, либо с дьяволом, но когда вы их собираете, и в молитве вот такой бутерброд называется духовный, когда ты молишься Богу, потом гонишь дьявола, потом бесов. Многие люди утром просыпаются, начинают с того, чтобы запрещать дьяволу что-то делать в их жизни. Так вот, когда вы что-то дьяволу запрещаете, вы как раз его приглашаете. Я понимаю, я вас понимаю прекрасно. Я даже понимаю тех людей, которые первый раз что-то подобное слышат и скажут, это как? Иисус сказал, даю вам власть наступать на всякую силу вражию, и ничто вам не повредит. И знаете, когда люди начинают с того, мы наступаем на всякую силу вражию, во имя Иисуса Христа, и ничто нам не повредит. Вы пытаетесь себя убедить, вы еще не верите в эти слова. Если бы вы это верили, то вы бы не начали с этого, гнать дьявола, запрещать ему и говорить, чтобы дьявол услышал, ничего мне не повредит. Дьявол знает, это вы не знаете. Если бы вы знали, вы просто были бы в покое. Как по-английски в покое? В писе, да? Просто в покое. Ну так, правильно? В покое. Сережа, правильно? Ты же учитель. Вот, ну а что ты в покое? Да, я поэтому переводчиков не беру больше. Сразу на двух языках проповедую. Нормально? Вот, аллилуйя. Вот. Просто будь в покое. Просто в покое. Успокойся. Ты можешь быть в покое, когда ты, ну, с Иисусом общаешься. Потому что Павел написал, чтобы ваше мышление, вы думали о том только то, что честно, что истина, что справедливо, что добродетель, что похвала. Я дословно цитирую синодальный перевод. И когда вы об этом думаете, об этом помышляете, мир Божий прибудет с вами. Подождите. Когда вы думаете о том, что честно, о том, что справедливо, вы думаете о позитивных вещах, в этих позитивных вещах уже заложено Божье, Божий мир и Божий покой. В этих позитивных вещах есть Божия энергия. И вы, думая об этом, вы заряжаетесь, вы подключились в свое сердце. Вы подключили у вас, как это по-английски, charger, да? Вот, давайте. Вот ты раз включил в розетку и заряжаешься. В розетке есть энергия. Главное, чтобы ты подключился к правильной энергии. Есть минус, есть плюс. И вот есть негативная энергия, которой ты думаешь, как от этого избавиться. Поэтому я хочу помочь вам сегодня. Поговорим на такую мысль, такую тему. Видите, вы знаете все это. Ничего нового для вас. Я повторю. Кто из вас не знает, не знаю, не знаю, не знаю, знаете, что не знаете? Вот что. Сережа, ты на диете, по-моему, да? Да. Есть каша для желудка, есть каша для головы. Вот это каша, которая для головы, от нее лучше избавиться. Ты можешь знать вкус каши, но от того, что ты не съешь очередную порцию утром, пользы никакой. Ты запах знаешь этой в каше. Тебе ничего нового. Вот ты знаешь, только называешь, какая каша, ты уже знаешь все. Для тебя уже все знакомо, все понятно. Когда мы говорим благодатью, укрепляйте сердца. Ничего нового. Просто нужно постоянно это кушать. И когда ты кушаешь снова вот это благодатью, укрепляешь сердце, думаешь позитивно, когда ты это кушаешь, об этом размышляешь, на этом фокусируешься. Смотрите, я вижу ваши лица, вы все сосредоточены. Я смотрю в ту сторону зала, там все на меня смотрят. Смотрю по центру, все на меня смотрят. Я пытаюсь сфокусировать вас прямо сейчас, чтобы мы это ели, сейчас кушали. То есть то, что мы знаем, это ни о чем. Кушать надо постоянно. Поэтому сколько говорить о благодати? Подожди, сколько ты будешь кушать ту кашу? Сколько ты будешь кушать вообще еду, бутерброды, картошку, что угодно? Сколько? Всегда будешь кушать. Если ты не будешь кушать, то и Сереги не будет. Тот и другой скушает, и все. И все. Все просто. Зачем мне ходить в церковь? Зачем? Я-то знаю уже, я-то уже выучил это. Подождите, это не про это. Это про то, что каждый раз ты приходишь и получаешь энергию. Если ты пришел и ты получил, ты зарядился, то заряженный человек начинает сиять, начинает давать, начинает излучать. Вот тут самое интересное начинается. То, что имею, то и даю. А как иметь? Это надо сначала получить. Ты не можешь просто так. То, что имел Иуда внутри себя, то и он отдал. То, что имел другой человек, то и дает. Иисус говорил, то, что имею, то и даю. Я имею жизнь вечную, поэтому и даю вам жизнь вечную. Откуда я получил эту жизнь вечную? От Отца. Знаете, что я делаю? Я пребываю в любви Отца. Я постоянно, каждый день, в некоторых... Иисус, как человек, нуждался в молитве. Он ходил и придумывает всякие сказки. Иисус заряжался каждый день у Отца. Я пребываю в его любви. Он каждый день... Он не думал о том, что дьявол его ненавидит. А он думал о том, что его Отец любит. Потому что, когда ты думаешь одновременно, дьявол меня ненавидит. Никто меня не любит. Все плохо. Когда ты об этом думаешь, ты только что заряжался сейчас этой идеей. И поэтому у тебя такое состояние. У тебя-то все плохо, ничего не получается. А еще и результаты какие. Потом, а сколько? Я просил, просил. Чего ты просил? Тебе надо научиться кушать правильно, питаться правильной информацией, питаться правильными мыслями. Еще одна очень важная деталь. Мы говорим много о словах. У меня есть несколько видео, называется «Ответ у тебя прямо под носом». Вот нос, и вот тут ответ находится. На все твои беды и проблемы. То есть то, что ты говоришь, то и приходит в твоей жизни. Но некоторые люди научились сдерживать, молчать, не говорить. Они так воспитаны. Американцы хорошо воспитаны, они ничего плохого не скажут. Но вот в чем проблема еще. Ты можешь пытаться не говорить плохо, но думать о плохом. Поэтому не только слова нужно поменять. Знаете, как слова, где сдерживание слов меняется? Спрашивают человека, как дела? Он говорит, аллилуйя, все хорошо, good. Еще две минутки. Постоишь и начинает рассказывать, как дела на самом деле. Так вот они начинают об этом рассказывать. То есть вы об этом думаете, поэтому слова вы не сможете удержать. И как только человек думает, он заряжен жизнью, от избытка сердца начинают говорить уста. Сердце – это наше подсознание. А подсознание, поверьте, это то, что христианство вообще туда не залазит. Знаете, сердце – это подсознание. Они говорят про сердце просто как слово сердце. Веровать надо сердцем. Я тоже 20 лет назад задался вопросом. Я же верю, верю. А почему ничего не получается? У меня такая четкая, понятная мысль. Так веровать надо сердцем. А что такое сердце? А где мое сердце? Как мне понять? И вот тут Господь провел для меня экскурсию. Я уже тогда начал разбираться, что же такое сердце. Сердце – это твое подсознание. В сознание влетают как минимум 6 тысяч мыслей в день. Вы не сможете уследить все эти мысли. Вы не сможете даже, если вы зададитесь, о чем я думаю. Я знаю, о чем вы думали 2 минуты назад. А сейчас сколько мыслей влетают и вылетают. Вы не успеете проследить за всеми мыслями. Для этого есть Божий механизм внутри тебя. Это сердце. Это как материнская плата. Это процессор, который все… Какие коды ты туда пишешь? А это ты пишешь туда эти коды. Есть два программиста. Один хороший, один плохой. Он подкидывает разные идеи, разные программы для жизни. Один для жизни, другой для смерти. Один для здоровья, другой для болезни. Один для богатства, другой подкидывает программу для нищеты. Но эти мысли, которые попадают в твоем мышлении, в твоем разуме, ничего страшного. Я хочу успокоить вас. Ко всем хорошим людям приходят плохие мысли. Это не потому, что вы плохой, и к вам приходят плохие мысли, дурные идеи просто залетают. Нет. Абсолютно нет. Вы, я вам скажу даже больше, вы очень хороший человек, поэтому к вам приходят дурные мысли. Короче, ко всем хорошим людям приходят дурные мысли. Но будете ли вы культивировать… Понятное слово «культивировать»? Я просто из колхоза пытаюсь оттуда донести вам мысли. Понятно, что такое культивация? Есть вспашка, а есть еще культивация. Культивация разбивает более мелкие глыбы земли. Когда идет похота, это просто переворачивает землю. Так вот, я вначале, возможно, переворачивал ваши мозги, а теперь надо вспахивать. Так вот, вспахивать надо вам, а не мне. Вам надо сидеть и делать культивацию. Так вот, это мелко-мелко-мелко разбивать. Хорошая почва, в нее только попадает доброе семя. Помните? Потому что вот в этой почве, где просто… Или каменистая почва, там, где просто все натоптано, там попадает Слово Божие. Люди приходят в церковь, они слушают слова, и они радуются. Они в церкви кричат «Аллилуйя, все хорошо, мы эту землю возьмем, мы будем богаты». Они даже говорят, мы не умрем, будем жить. Мы будем жить, потому что Иисус сказал, верующий в Меня не умрет. И что дальше вы с этим сделали? Что с этим вы начали делать? Это должно попасть в сердце, а в сердце попадает через размышления. Смотрите, вы услышали, это не попало в ваше сердце. Я вам правду рассказываю. Вы просто услышали, вам просто показали. Это на витрине сейчас. Вот оно просто выложено, и вы еще это не съели. А когда вы начинаете проглатывать и начинаете пережевывать, я очень часто говорю, и едете домой, спросите один другого, как тебе слово? Что тебе было понятно? Вот эта часть мне было, а это непонятно. А давай, у нас есть возможность, давай еще раз включим. Сегодня вечером, во время обеда, мы еще поговорим об этом. Послушайте, обо многих вещах вы успеете поговорить. Поговорите об этом, чтобы это растворилось верою. Оно растворяется, когда ты об этом говоришь, когда ты об этом слышишь, и ты продолжаешь, продолжаешь, продолжаешь об этом говорить. Я заряжаюсь энергией тогда, когда кому-то рассказываю и сам получаю заряд, потому что вера от слышания. Ты слышишь, и у тебя появляется вера. Уверенность в этом. Вау! Откровение. Начинай говорить кому-то. Начинай рассказывать кому-то. Выглядит, может быть, не совсем правильно, я лучше там попробую, я лучше сам буду разбираться, но начни культивировать. Итак, эта информация, ее нужно пережевывать, о ней нужно думать, размышлять. Я вам хочу сказать одну еще очень важную деталь. Когда вы размышляете над хорошей информацией, у вас будут хорошие чувства. Чувства – это как вкусовые рецепторы на нашем языке. Также в нашем мышлении, в подсознании есть чувства. Нам часто говорили богословы, что вера – это не чувства. Они были правы наполовину, потому что вера – это не физиологические чувства. Но вера – это душевные, духовные чувства. И так мы входим в покой уверовавшей. То есть, когда ты уверовал, у тебя есть чувство покоя, это очень ощутимо. Правда же? Чувство переживания, волнения, страх – это ощутимо? Ощутимо. Вы это переживаете? Да, это не на физическом уровне. Поэтому, когда говорили, когда у тебя рука болит, а ты просто веришь, что ты исцелен, поэтому вера – это не чувства. Они говорили про физические чувства, но некоторые из нас поняли, что вообще вера – это не чувства. Нет, у веры есть чувства. Поэтому по чувствам ты можешь понять, что находится в твоем сердце. Я хочу спросить вас. Вы сейчас волнуетесь, переживаете, боитесь? Страх, уныние, разочарование? Пока я пытаюсь, я держу ваше внимание, я концентрирую на тех вещах, заинтересовав вас в этом, у вас нету того состояния. Откуда это состояние? От информации. И когда человек слушает в церкви, слушает, его так загрузило, что он не хочет встать, потому что даже уходить некуда. Лучше здесь я умру, чем там. Потому что его так сильно нагрузило. Отчего загрузило? Отчего это состояние уныния, разочарования, депрессии? От информации. Поэтому нужно научиться различать информацию. Как не различать? Очень просто. Я давно научился, когда человек говорит нежным голосом, очень правильные слова. От душок-то не тот. Нельзя. Подождите. Можно красиво завернуть любую конфетку. Можно любой продукт красиво упаковать. И вам кажется, что это просто лучшее из лучших. Это органик, это самое лучшее. Но стоит только положить в рот, и тут же сканер работает. Вкусные, не очень, соленые, спорченные, почти просроченные. Сто сразу в секунду, сто всяких результатов на языке. Притом у каждого. Стоит только лишь положить информацию. Ее начинаешь прослушивать, и твое сердце подсказывает. Не очень хорошо здесь пахнет. Не все так красиво, как кажется. Здесь есть подвох. Поэтому сердце ты никогда не обманешь. Язык не обманешь. Можно обманывать повара. Не обманывайте красивой, оформленной едой. Потому что люди попробуют и скажут, вкусно или вкусно, все равно. Я вас не обидел, нет? Потому что вкусно пахнет, и вкусно, когда ты берешь в рот, это ничем не заменить, пусть даже не так красиво оформлено. Главное, чтобы это было вкусно. Поэтому вкус, это нельзя подменить. В нашем мышлении есть вкусовые рецепторы. Я на понятном языке пытаюсь донести до вас. Это чувство. Это чувство позитивное. Это мир, радость, покой, любовь. Это все находится в нашем сердце. И негативное чувство, когда ты много перца, много соли туда положил. Или какой-то яд, отрава горькая. Ты попробовал, и эти чувства язык тоже выдает. Эти вкусы тоже выдает язык. Поэтому наш мозг, он выдает все. Нас не учат этому. Я не знаю, такую мощную программу, чтобы говорили о нашем мышлении. О том, как важно, о чем ты думаешь. Поэтому я пытался подготовить, как важно. Теперь хочу сказать вам ключевые фрагменты. И на этом постараюсь сегодня закончить. Дать вам хорошую информацию. Один из самых больших секретов, который я узнал в жизни, и который есть ключ ко многим всем вопросам, это научиться концентрировать себя, задавать себе вопросы и думать о том, чего ты хочешь. Не о том, чего ты не хочешь. К примеру, вы хотите избавиться от нищеты. Это плохая идея. Она как бы правильная. Только когда ты думаешь, как избавиться от нищеты, ты занялся нищетой. У тебя в фокусе нищета. Ты будешь видеть везде эту нищету. Все, что вокруг тебя, открывая кошелек, оно будет напоминать тебе, что ты нищий. Открывая счет в банке. Звонки от этих взаимодавцев там. Где угодно. Оно всегда тебе будет напоминать, что ты нищий. Противоположность этому. Ты не хочешь избавиться от нищеты, а ты хочешь быть богатым. Потому что когда ты вроде бы и то, и то, как будто бы об одном. Я просто не хочу быть бедным. Или я хочу быть богатым. Это и то, и то, как будто бы в одном поезде ты сел. Только это совершенно в разном направлении. Это и то, и то может быть поездом. Просто одно едет в нищету, и ты даже это не подозреваешь. А другое в богатство. Я хочу вам просто сказать, что есть определенные законы. Однажды моя жена сказала такую интересную мысль. Она говорит, знаете, вот некоторые люди не ходят в церковь. Они вообще непонятно какие. С нашей позиции эти люди достойны всякого, только всего плохого. Но почему-то у них получается, у них есть все. И она говорит, знаешь, потому что мы привыкли. Что мы сидим и просим, Боже, дай, Боже, дай. И вот мы его упрашиваем. Но Бог так сделал, устроил, научил нас, через Иисуса учил. Я вам покажу этот сейчас момент. Чтобы мы приходили и брали. Как вселенная, там все выложено на витрине. И люди, которые знают, как туда прийти и взять, они просто приходят и берут. А некоторые не знают, как взять. Просто сидят и просят. Просят, Господи, дай. Сколько раз мы верующие в жизни просили у Господа, дай, и не получали. Есть человек, который просил у Бога, дай, и не получил. Есть такие люди в этом? Честно просто. Есть такие люди? Один я. Хорошо. А, есть еще. Вы просили и не получили. Да я больше вам скажу. Вы до сих пор просите и не получаете. Если это не работает, Господи, дай, Господи, дай, Господи, дай, Господи, дай. Если это не работает, то что же нужно сделать? Помните, пришел человек к Иисусу. И он кричал, Господи, помоги мне, помилуй меня. Хорошие слова, Господи, помоги и помилуй меня. Хорошие слова. Должен Господь отреагировать на это. Должен как бы. Мы же так, Господи, ну помоги, ты видишь. Пытаюсь его там сфокусировать. Господи, ну презри на меня, посмотри. Иисус спрашивает этого человека. Останавливает его. Спрашивает. Что ты хочешь? А вот это, что я говорил, Господи, помилуй, помоги, спаси нас, Господи. Разве это не было моим желанием? Скажи, что ты хочешь, чтобы мне прозреть. Прозри. Помоги, Господи, помоги. Что ты хочешь, а ничего ты не хочешь. Это очень важно. Я приведу один пример из своей жизни. Была такая ситуация, когда мы были в такой ловушке, когда мы думали только о том, чего мы не хотим. И чем больше мы об этом думали, тем больше это расширялось. Я начал бояться, потому что, ну, пошла там экономика не в ту сторону. Еще там доллар подскочил. Такая была картина у нас 2005 по 2007 год. И в 2008 году все это полностью доказало. То, чего я боялся, все то меня и постигло. И когда мне все это постигло, было много таких разных конфликтов, разных сложностей, что мы часто вспоминали Иова. Мы прямо жили книгой Иова. И потому что вот только ему объявили, что там все кончено. И только объявили, ушел и второй, опять звонок. Там тоже все. Там тоже все. И ты уже знаешь, куда еще идет. И ты ожидаешь, когда вот к последнему придет. И дальше пеплом посыпаться. И ждать, и проклинать свой день. Помните, что Иов делал? Проклинал свой день рождения. Своё зачатие. Он лез аж туда. Чего угодно только не проклинал. И все такое. Так вот, у нас одно за другим вот так вот было. Так случилось, что в этой всей суматохе мы задолжали. В банке у нас была там одна машина. Много чего там было. Но одна машина была в банке. И мы не платили, не выплачивали кредит. Там были другие люди, которые тоже под шумок. Они тоже нам кредиты предоставили с большими процентами. Ну, в итоге, короче, получилось так, что эти люди забрали машину. И хотели, чтобы мы оформили на них там за какие-то проценты и тому подобное. И в то же самое время нам нужно было в банк тоже оплатить или вернуть эту машину. Так вот, мы получили в одно утро, мы получили appointment в 9 часов оформлять машину на этих людей. А в 10 часов, в этот же самый день, мы в суд являемся. И банк требует предоставить нам эту же машину, чтобы мы, они забирают за погашение долга. Так вот, оказалось, что мы ехали туда на другой машине, и этой машины не было у нас уже. Ее нужно эту же самую машину в банк отдать и эту же самую машину переписать на этих людей. И вот мы в этом состоянии едем с женой. Ну, убитые, как, ну, вы можете представить наше состояние, да? Чего мы не хотим? Мы не хотим всего этого. А оно есть, оно прибавляется, умножается, развивается, развивается, развивается. И вот так прямо посередине дороги. На меня как гром. А вы чего хотите? Я подумал, что вот эти хотят забрать машину, и эти хотят. Как мне рассказать, распилить ее пополам? Как мне разделить эту машину, потому что эти ее заберут, и эти хотят. Что мне отвечать? Я вот думал о всем этом негативном процессе. И такой вопрос мне. Простой. Очень тихий. Я знаю голос Господа. Он очень тихий, спокойный, он выделяется среди всей суматохи, как будто бы ты на мусорке раз нашел что-то такое яркое, блестящее, чистое. Вот такая чистая и ясная мысль. Вы чего хотите? Я поворачиваюсь в Свет и говорю, Свет, а мы чего хотим? Она такая сразу, что машина у нас осталась. Ух, такой мир пришел, покой. Мы едем туда, куда, откуда никто не выходит живым. Когда мы пришли в 9 утра на appointment, чтобы переоформлять эту машину, ничего не получается. Они не могут оформить эту машину. Человек начал звонить по всем инстанциям, увольнять всех подряд. Эту же женщину из нотариуса, ты уволена. Короче, вот такие люди были. Всех убивают, чтобы все это сделать. Ничего не получилось. Один нотариус уволили, пошли в другой нотариус. Другой нотариус тоже самое, ничего не могут сделать. Они не знают, почему они не могут переоформить. Короче, закончилось это тем, что ничего не получается. И мы пошли в 10 часов на суд. Мы приходим на суд, там несколько юристов из банка. Они предоставили все доказательства, что мы все просрочили, мы виноваты. Понятно. Там мы это сами знали. Ничего не нужно было доказывать. И когда они закончили, рассказали, что вот на саванне договора, все просрочено. Мы эту машину почти заплатили, но ее всю забирают, потому что у нас просрочка, и мы не платим. Платить нечем. Посреди всего этого судья обращается к этим трем юристам и говорит, а вы спрашивали этих людей, чего они хотят? Дословно она поворачивается к нам и говорит, а вы что хотите? Это же самые слова. Судья говорит. Я говорю, так мы хотим по возможности рассчитаться с банком, никому не быть должными, чтобы машина у нас осталась. Она как начала на них орать. Это вам все время вот так надо, чтобы вы давили на людей, дали им кредит, потом за ними ходят, забираете все имущество у людей, дайте людям жить, дайте людям шанс. Почему это, короче, грузило их, она ударила молотком и сказала, все, я даю вам возможность, сколько вам надо времени? Я говорю, может быть, 3-4 месяца, и у нас все будет хорошо. Все. Все. И закрылся вопрос. Мы вернулись оттуда, и через какое-то время эти же, которые хотели машину, вернули нам машину. Что вы хотите? Я вам один только пример привел. Из того, что вокруг ничего невозможно, это даже в голову не могло прийти, чтобы мы этого захотели. Но Бог учит нас, чтобы мы научились говорить свои желания Богу. Говорить свои желания, чего ты хочешь. И один простой вопрос. Чего ты хочешь сегодня? Где у тебя были пробелы, когда ты видел... Некоторые уже улыбаются, да? Вы чего много-то хотите? Правда же? И вы думаете, что надо первым успеть, потому что разберем, и не останется ничего на рынке. Дефицит будет этих желаний. Ничего подобного. Это люди думают так. Но на самом деле Бог богатый. И у нас есть богатое воображение. Включай свои воображения. Начинай хотеть то, что ты хочешь. Поэтому научись концентрироваться так. Не то, чего я не хочу. Есть отрицательное желание, а есть позитивное желание. Одно и то, как будто бы об одном и том же. Я хочу похудеть, да? Или я там хочу постройнеть. Или я не хочу быть толстым. Чего ты хочешь? А нет, чего ты не хочешь. Потому что, когда ты концентрируешься на том, чего ты не хочешь, именно это приходит в твою жизнь. Вот этого Иова, которое мы вспоминали во всех своих бедах, там начинается все очень просто. Иов был хороший человек. И у него были дети, которые жили, все хорошо у них было. И к нему пришла дурная мысль. Послушайте внимательно, богословы пересмотрите. Пусть, я знаю, что это похоже на легенду, там вся книга Иова. Оставьте этот вопрос в сторону. Просто смотрите на реальность. В любой ситуации, в вашей жизни, так же пишется какая-то священная книга. Поэтому посмотрите, там пришла такая идея. Вот мои дети гуляют на празднике, пьют немного вина или много. И вот когда они там напьются, они могут похулить имя Божие. А когда они похулить имя Бога, они умрут. Как вы думаете, откуда пришла эта идея? Вот представьте, Бог отец, я отец. Переводим на мою ситуацию. И мои дети, они там по-своему там развлекаются, отдыхают. И вдруг они в какой-то момент могут похулить папу. А если похулить папу, что-то скажет против папы, или подумает что-то не так, папа их грохнет сразу. Вам подходит такая идея? Откуда пришла такая идея, что если ты что-то подумаешь в адрес Бога не так, или скажешь тем более, то ты сразу умрешь. Откуда пришла такая идея? Кто посеял такую идею? Тот, кто посеял идею... Люди, давайте проснемся. Тот, кто посеял идею, не трогая дерево познания добра и зла. Это тот, кто посеял такую идею. Тот, кто посеял идею, что нужно Богу жертвы приносить. И вот Каин и Авель принесли жертвы Богу. А Бог одну жертву выбрал, принял, а вторую выбросил в гарбич. И унизил того человека, который подарок принес. Если бы к вам кто-то пришел с подарком, пришли люди, гости вам на день рождения, принеси подарки, а вы при них взяли и выбросили тот подарок, что вы сделали? Вы посеяли в сердце этого человека обиду, разочарование. Вы унизили этого человека. Вот то же самое, как будто бы сделал Бог. Очнитесь. Ну и что, что написано в Слове Божьем? Сегодня Андрей пытался сказать вам, никакого Слова Божьего в этом нету. Потому что Слово Божье чистое, светлое, приносит мир, радость. Всякий дар совершенный нисходит от Отца Светов, у которого нет изменения, ни те, ни перемены. Дар совершенный, Слово совершенно исходит от Бога. От Бога исходит только то, что чистое, светлое. То, что исходит от Бога, никогда не спровоцирует на смерть, на раздражение, на гнев, на распри и тому подобное. Можно сказать аминь на это? Поэтому, вот эти идеи, откуда пришли? Это все идеи, чтобы принести смерть, принести разочарование. И вот у Иова, знаете, откуда эта идея пришла? Вы думаете, Бог пришел и сказал Иову, если ты меня похулишь, или твои дети, я вас убью. Нет. Иов сам говорит, я слухом слышал от тебя. Бабушка рассказала бабушке, прабабушка, прабабушка или прапрадедушка, рассказывала про Бога, вот эти, они один другому рассказывали, какой Бог. Вот какие знатоки. Так мы, живя уже в Новом Завете, имея слова Иисуса, имея откровения Иисуса, какой Бог на самом деле, мы все время питаемся идеями от Иова. И вот у него такая идея была. Если кто-то скажет что-то плохое, то Бог его убьет. Он вставал рано утром, 10 дней рождений в году было, ну, так написано. Он вставал рано утром, приносил 10 баранов, по числу каждого, пред Богом, ибо думал Иов. Смотрите, о чем он думал? Чтобы они не похулили Бога и не умерли. И он только был занят этой идеей. Скажите, Иов этого хотел? Приносил бы жертвы, например, пусть там Богу приносил, за то, что мои дети не умрут, за то, что мои дети прудут, славят тебя. Ты этого же хочешь. Но ты делаешь то, чего ты не хочешь. Ибо думал Иов, чтобы дети не похулили, и он приносил. Он в этом страхе приносил, и молился якобы Богу. Хотите услышать самую богохульную идею для христиан? Кому молился Иов? А? Вы уже догадались? Не важно, какое ты имя произносишь, важно, в каком формате и в каком направлении, в какой поезд ты сел. Поэтому многие мне скажут, не именем твоим мы чудеса творили. Иисус говорит, так не моим именем. Я там не был никогда. Как же мы, Господи, Господи, говорили, ваши чудеса все были злые. Все чудеса Моисея злые, а чудеса Иисуса все добрые. Добрый выносит добрые. Злой творит злые чудеса. Как вам такая идея? Так вот, Моисей принес злые чудеса. Так это же именем Божьим. Так какая разница, что вы говорили? Плоды. Вот о чем идет речь. Поэтому, когда вы думаете о негативном или когда вы думаете или то, чего вы не хотите. Господи, мы молимся, чтобы наши дети не были наркоманами. Скажите, сколько, сколько верующих молится такой молитвой? В Америке, говорят по статистике, больше всего в тюрьмах и наркоманы дети верующих детей, родителей. Это правда. Больше всего по статистике именно из русскоязычных, которые молятся Богу, чтобы Бог остановил это. Вы молитесь о том, чего вы не хотите. И ваша молитва направлена к сатане. Я знаю, что он говорит, ну как это, что ты сказал? Так результат какой? Посмотрите на результат. Вы молитесь Богу, а Он вас не слышит. Как это так? Вы просите у Бога, а Он вам не дает. Вы не у того Бога просите. Просить у Бога нужно не то, чтобы Бог не допустил болезнь. Боже, не допусти аварию. Когда вы говорите, вот это не делай, не допусти, не хочу, это все взято из той среды, из той серии. Говорите то, чего вы хотите. Бог дает. Поэтому слова Иисуса были очень простыми. Он говорил, любите, давайте, благословляйте, прощайте. Он концентрировал тебя на позитивном даянии. Слова закона или слова Моисея были не прелюбодействуй, не кради, не пожелай. И вот это слово не пожелай, Павел говорит, что оно произвело во мне всякое пожелание. Ибо заповедь не пожелай производит во мне пожелание, потом же еще прикончила меня эта заповедь. Вот эта заповедь меня и убила. Есть Божьи заповеди, это давай, люби, прощай, благословляй. А есть заповеди не Божьи, не делай, не думай, не прелюбодействуй. То, чего ты не хочешь, все равно тебя заставляет об этом думать. А рано или поздно ты туда придешь. Не думай о том, или вот все, что связано с негативом и вроде бы не думай, не делай, это все рано или поздно приходит в жизнь. Что случилось в жизни Иова? Всего, чего я боялся, то меня и постигло. Все, чего я не хотел, то ко мне и пришло. Поэтому, когда ты выйдешь в понимание мышления твоего разума, ты вот что поймешь. Там нету, хочешь или не хочешь. Все, о чем ты думаешь, все это придет. Поэтому, когда то, чего ты не хочешь и о нем думаешь, именно это и придет в твоей жизни. Говори, чего ты хочешь. Думай о том, чего ты хочешь, чего ты на самом деле хочешь. Скажите, я был понятен до сих пор. Скажите, можно ли начать это вот просто прямо с сегодняшнего дня, чтобы я вот, когда встречу каждого из вас, у вас все хорошо. Знаете почему? Потому что вы думаете о том, чего вы хотите, и именно это происходит с вами. Можно ли довериться, что это начнет работать с сегодняшнего дня? Вот вы не пожалеете, что вы были на этом собрании, вот думайте, что вы хотите, чего вы на самом деле хотите. Потому что, если вы думаете о том, чего не хотите, о том, чего хотите, человек с двоящимися мыслями ничего хорошего не получит. Потому что 50 на 50 смешание это ни о чем, это равно ноль. Закон плюс благодать равно закон. Все равно. Поэтому вам нужна только чистая благодать, а благодать это благо, благое даяние. Когда ты слушаешь Иисуса, его направление, тебе приходит радость, все хорошо, Бог любит меня, появляется надежда. Как только появляется закон или появляется вот этот закон негатива на самом деле, он начинает добивать. Поэтому, друзья, так много, я даже не успел ничего открыть, показать вам, но так много хочется донести. Просто уловите простой момент. Я думаю, а когда ты думаешь, ты все равно об этом будешь говорить, и ты там окажешься. Хотел привести один еще пример, вот такой. Мы жили в апартментах, нам надоело. Жить в апартментах. Кто живет в апартментах? Есть такие люди? Если вам надоело, скажу, что надо делать. Нам надоело, но мы хотели какой-то дом переехать. Ну, это два раза больше цены. А денег столько, сколько заплатить за апартмент. А как поверить в то, что ты можешь переехать в дом, а там цена в два и даже чуть больше раза. Ну, один месяц попробуем подтянуть как-то второй. А вообще там заключить договор. И все это начинает пугать. Это все то, чего мы не хотим. И мы об этом думаем. Мы начинаем думать, почему-то невозможно. Однажды я сказал уже, мне на все надоело, говорю, ребята, давайте, ищите там, открывайте эти все сайты, ищите какой-то дом. Вене самый активный у нас. А детям что? Они думают, сколько это стоит, сколько не стоит. Он выбрал дом, который ему нравится. Который ему нравится. Дом большой, новый, красивый, и он все там проверил, ему все нравится. Он приходит, говорит, папа, вот этот дом. Папа в шоке. Когда папа открыл, сколько он стоит, он стоит почти четыре тысячи. В апартментах полторы или тысячу шестьсот мы платили. Как можно это вообще принять к сведению? Я сразу, чего я не хочу. Я не хочу остаться должным, я не хочу одалживать, я не хочу оказаться вот таким, я этого не хочу, не хочу, поэтому оно как-то сразу не сработало. Веня приходит и говорит, папа, ну что, берем? И я тогда переключился, у меня вот что. А как мы учим детей верить? Мы сами не верим. Я говорю, Веня, давай попробуем, поверим. Если у нас получится этот дом взять в аренду, значит, у нас может получиться потом такой дом себе купить. Потому что маленькие шаги в вере, то, чего мы хотим, это получается, это поможет. Потом позвонил мне один человек, я ему рассказал свои переживания, свои вот эти все ожидания непонятные. И он говорит, так бери, борись за это, пробуй, давай. И тут Веня говорит, папа, давай, и этот человек, давай. И я тогда переключился, мы попробовали, и у нас это получилось. У нас получилось, мы сняли этот дом, и каждый раз, когда мы заговорим о чем-то, я вспоминаю, и у нас разговор с Веней. Веней, ты помнишь, как ты просто сказал, я хочу, и у нас получится, и у нас получилось. Теперь у нас может следующее получиться? Да. Почему нет? Что удерживает нас? Нас удерживает негативная сторона этого. И еще один ключ, который помог нам. Простите, что я сегодня ничего из Библии не читаю, из своей Библии читаю. Хорошо? Потому что мы эту Библию всю знаем про Иова, вот наша реальная жизнь, чтобы в нашей жизни, вот я очень хочу, чтобы каждый из вас вышел и рассказал что-то подобное. У вас есть такие ситуации? Полно таких. Наша проповедь, мы должны прийти и вдохновлять друг друга. Друг мой, брат мой, я в этой стране, я здесь, я приехал, у меня ничего не было, и у меня получилось. У тебя получится? Почему? Потому что я вот думал об этом, я понял одно, а другой говорит, а я это понял. И это, вот это живая проповедь. Все остальное, это просто открываем, как было у Иосифа, как было у Давида. И все проповеди про Давида и про Иосифа. Может пора про сыновей Божьих, современных, про нас? Может пора в силу благодати и нашего Господа Иисуса Христа проповедовать в нашей жизни? Потому что проповедь, это не то, что мы взяли из Библии, а то, чем мы живем на самом деле. Потому что я знаю, что такое быть в осуждении, я знаю, что такое жить во грехе, будучи верующим, будучи пастором, почти епископом стал. И я знаю, что такое получить полную свободу и жить и наслаждаться жизнью без всякого осуждения, без всякого греха вообще. Поэтому, когда мы просто цитируем Библию, а сами понятия не имеем, и это у нас раздвоение личности, поэтому давайте говорить то, что у нас есть. Маленькие победы, они ведут к большим победам. Как это происходит? Я хочу, я думаю то, что я хочу. Переключись, пожалуйста, я уже заканчиваю, честно. Переключись, пожалуйста, чего ты хочешь на самом деле? Когда мы думали о том, что у нас не получится, я могу рассказывать, как мы в Америку попали. Это вообще было невозможно, реально невозможно. Но как мы попали в Америку, это вообще, это потом мы сделали анализ, как мы к этому пришли. Мы просто, вот сейчас, что такое декабрь? Декабрь – это подведение итогов. Вот сейчас все люди подводят итоги, пересматривают таксу, как платить и все остальное, короче, вот такая. Вот и на Новый год мы начинаем новую страницу, Новый год, новое желание. У нас так было в 2013 год. И что мы хотели? Я не знаю, почему у меня просто прямо на Новый год пришло такое понимание, желание сказать, в этом году мы поедем в Америку. Как поедешь в Америку? Долги на долгах. Четыре банка подали на запрет на выезд из страны, которую мы должны. отдельно суд с налоговой. И мы как будто, ну реально, мы как бы не видели, что мы вообще в чем-то виноваты. Но мы в этой ситуации. И все это вообще невозможно. Но знаете, что я сказал? Я сокращу эту историю, потому что она очень интересная, длинная, но я ее сокращу до минимума этой истории. Там были люди, которые у нас тогда в Украине, приезжали люди, которые жили в Америке полгода и в Украине полгода. Так вот, они зимой были в Америке, тут лучше зимой, а летом там. И они весной уже, когда приехали, прямо 8 марта что-то, они весной приехали, я их спрашиваю, вы когда в Америку обратно? Они вот осенью перед Тенз Гивен у них билеты куплены. Я им говорю, вот мы с вами полетим на том же самом самолете. Она засмеялась, ничего не сказала, но потом говорила мужу, какой фантазер. У них год назад куплены билеты, забронированы, он полетит с нами в Америку на том же самом самолете. Фантазер. Закончилось все тем, каким-то образом позвонил мне человек, спросил, мы слышали, что вы хотите в Америку? Я говорю, да, есть такое желание. Я готов поучаствовать, мы купим вам билеты. Аллилуйя. Я не знал, как это произойдет. Понятия не имел. Я не имел понятия, как я могу попасть на том же самом самолете. Я не имел понятия, как я могу выехать из страны, если 4 банка нас не пускают, и у нас нет загранпаспорта, и у нас нету визы. Как можно попасть в Америку? Знаешь, как? Я понятия не имел. Скажи, чего ты хочешь, и не думай, как это произойдет, потому что это мешает тебе жить. Как я буду оплачивать? Скажи, чего ты хочешь, и ты будешь жить. Мы 2 года уже живем, и оплачиваем. Я понятия не имел, как мы будем оплачивать этот дом. Скажи, чего ты хочешь. Веня выручил нас. Он просто хочет. Имейте, будьте как дети, и вы будете иметь все. Они не парятся, как это? Папа знает. Они на папу уповают. На какого папу? На Виктора. А папа, почему Виктор не научился уповать на того папу? Что у папы проблемы есть? Как? Никаких проблем. Банки, которые нас держали вот так, и не пускали, и налоговая. Прямо год мы судились, и мы были абсолютно правы. Никаких проблем. Просто в наглую хотели забрать у нас деньги. Жена моя сказала, копеечки вам не дам. Ого, копеечки. Вместо 10 тысяч долларов, которые должны предоставить, сказали, вы 40 тысяч заплатите, и никуда не денете. Она сказала, я повторяю, копеечки вам не дам. Как ты можешь против налога войти? Вот нас судили целый год. И ничего у нас не получилось, мы не могли выиграть суд. Был апелляционный суд в Одессе. Завтра суд апелляционный. Вам интересно? Дадите мне еще пару минут. Завтра этот апелляционный суд. Адвокат позвонил и нам сказал, друзья, я вам скажу, что я с вас не возьму никаких денег за год этой работы, потому что вы абсолютно правы. Вы не виноваты. Но вчера я была у судьи, и она мне сказала, что я не буду оправдывать этих людей, потому что мне проблемы не нужны с налоговой. Мне это засчитают за коррупцию, и потом я могу потерять свою работу. Поэтому какие бы ни были эти люди, близкие они тебе, я не буду этим заниматься. Я не оправдаю этих людей. И она сказала, ребята, я знаю, что завтра мы проиграем суд, поэтому с вас денег не беру, и все. И вот сатана мне начал смеяться вот так в лицо. Было такое с кем-то, когда вот тебе дышит вот эта собака, и вот так тебе смеется в лицо. Ну и что? Завтра вас кончат. Еще на 40 тысяч долларов мы станем должными. А я в Америку собрался попасть. Моментально приходит мысль. Мой брат знал какого-то человека, который там тоже какой-то адвокат. Я ему звоню, говорю, дай мне телефон того адвоката. Я ему звоню, его зовут Сан Саныч. Я позвонил, говорю, так, так, меня зовут, у меня такая ситуация, можете помочь? Он говорит, где документы? Никаких вопросов, ничего. Где документы? Говорю, документы пока у нас. А когда суд? Завтра в 10 утра. Я говорю, вообще возможно что-либо сделать? Он говорит, дайте мне документы. Звоню этой женщине, говорю, можете дать документы, потому что завтра нужно передать. Она говорит, я завтра буду в 9 утра в Одессе. Я могу передать. Она передает эти документы. В пол первого звонит человек мне. Говорит, мы их порвали как тузик-тряпку. В смысле? Ни одна налоговая Украина, даже если они подадут, не знаю, там в ГАЗ, есть суд, никто никогда вас не обвинит. Вы выиграли и просто я вас поздравляю. Все, радуйтесь. Аллилуйя! Как? Как может произойти? Скажи, чего ты хочешь? Вы ничего не получите. Мы не виноваты. Мы имеем то, что мы имеем и никому ничего не дадим. Скажи, чего ты хочешь? Я спрашиваю его, слушай, есть такой банк, который достает. Мы брали 50 тысяч, они нам накитали пеню 3,5 миллиона. Вот, как думают, должны были всем людям. Вот такие были у нас, попадались. Как? Мы вернем 50, плюс, может, еще 50, но 3 миллиона с половиной. За что? Он говорит, какой это банк? Я говорю, называю банк, он говорит мне, ну, прямо, как его послать, если кто-то будет тебе звонить. Говорю, а что? Они давно обанкротились. Они продали, продали коллекторам вашу информацию. Вот эти все, кто звонят, они просто душат вас. Успокойтесь, вы никому не должны. Аллилуйя! Следующий день банк звонит, с Киева мне звонят. Вы Виктор? Я говорю, да, я Виктор, он есть самый. У вас есть такая большая задолженность, несколько кредитов, но у нас есть такая программа, мы делаем списание, вот, как бы, долгов. У нас есть такая программа, и мы выбрали именно вас. Я говорю, господи, сколько лохотронов, вам нужно заплатить часть, только вот на этот счет, и все долги с вас спишутся. Ну, короче, там было больше 50 тысяч долларов. Списывают, нам нужно просто заплатить 800 долларов, грубо говоря, приблизительно так. Лохотрон? Ну, да или нет? Лохотрон. То первое, что я подумал, мне показало. Но какой-то внутренний голос мне говорил, Виктор, вот это сделай и не переживай. Господи. Я же всегда так вот делал и не переживал. И всегда меня одурили. И он настоял этот голос. Я взял, позвонил, и сказал, хорошо, я найду эти деньги, я заплачу. Я пошел в это отделение местное и сказал, и мне позвонили, и сказали, такого не может быть. Тебя разводят, так не бывает. Говорю, вот телефон официальное отделение с Киева, этого банка. Этот банк вообще австрийский. Они набирают, они говорят, да, этот человек, именно этот, в Украине, вот этот человек попал, чтобы мы списали с него долг, наш банк списывает этому человеку. Есть такая у нас опция, такая акция. Не может быть. Вам что, неясно сказали? Возьмите, оформите человеку, примите, и сейчас мы отправим документы, что у него нет никакого долга. Я быстро коплачу, и мне приходит распечатка. С вас сняты все, полностью, никаких долгов. Вы не имеете всю эту пеню, все эти долги, все с нас списали. Аллилуйя. И мы пошли оформлять документы. Нам говорят, у вас все эти запреты стоят, и никто их не снимал, и вряд ли кто-то снимет. В этот момент мой друг работал у одной судьи. Я говорю, спроси, как это вообще происходит? Она говорит, это происходит. Никто вас никогда просто так не снимет. Это Украина. Надо просто, чтобы кто-то зашел, и было какое-то решение суда на основании всего этого, только тогда. Говорю, это можно сделать? Сколько это будет стоить? Нисколько. Это твой друг, и она говорит ему, да, да я сделаю, это не проблема. Она снимает. Звоним, идем оформлять визу. Сейчас вот нет возможности, ничего не получится. Мы пошли получать с женой визы. Было где-то 40 человек, приблизительно за один раз. Все эти 38 человек вышли, все вниз головой, недовольные, потому что им вернули паспорта. Если тебе возвращают паспорт, значит, тебе не взяли. Наши паспорта взяли, потому что они сказали, что мы получим. Они визу сделают, и мы получим. Перетен с Гивен. Когда нам позвонил человек и сказал, я куплю вам билеты, он купил нам билеты. И когда мы поехали в Киев уже садиться на самолет, это был в тот же самый день, в то же самое время, тот же самый рейс, который летел в Америку с нашими друзьями, которые приезжали раз в год. И вот мы... И когда мы... Нет, это не все. Мы сидели рядом, мы сидели рядом, вот на одном ряду с ними. Света, это правда? И они расплакались. Эта женщина сказала, брат, прости, что я тебя так осудила. Велика вера твоя. Да у меня не было такой на самом деле веры. Я просто интуитивно пользовался. Чего ты хочешь? А если думаешь как, у тебя всегда будут причины невозможно. Скажите, я был понятен для вас сегодня. Скажи, чего ты хочешь. Просто скажи, чего ты хочешь. И думай об этом. И тебе так много придет благословений, что люди будут просто спрашивать, как? Ты скажи, я не знаю как. Я вообще понятия не имею, как это работает. Я просто знаю только одно. Я пью воду, и эта вода утоляет мою жажду. Как? Я вообще не медик. Я даже понятия не имею. Я знаю только одно. Я включаю кнопку, электричество работает. Как оно работает? Понятия не имею. Я просто научился включать кнопочку. Вот что тебе нужно. Нам не нужно сложных схем. Нам просто нужно знать, кнопочку и ее включить. Аминь. Я хочу призвать вас также, чтобы мы оставили что-то в церкви, какие-то финансы, благословили, потому что, когда есть деньги, все живет. Хотите, чтобы снова приходили, получали заряд, получали благословение, энергию, у вас начали происходить чудеса? Поддерживайте это служение. Я даже для вас спою песню. только, чтобы вы были благословены. Все, кто с нами в интернете, друзья, если это вас благословило, это в благодати. В благодати Бог дает, и потом ты даешь. А в законе тебе сразу говорят, дай, и Бог тебя благословит. Это лохотрон. Не верьте в это. Ты получаешь, и поэтому ты даешь. Когда ты будешь давать, чтобы ты делаешь, это закон, ты делаешь себя первым, а Бог первый. Он тебя благословил, Он тебе дал. И когда ты даешь, ты не Богу даешь, ты даешь для того, чтобы это благословляло тебя самого. Это же было не для Бога, я проповедовал, а для вас. Поэтому, чтобы это работало, вам самим нужно участвовать, чтобы оно и в вашей жизни работало, в жизни ваших детей. Аминь. Хорошо. Можно включить фонограмму, я попробую. спеть, пока вы благословляете это служение, благословляете эту церковь. Так часто в своей жизни ошибался. Поверив в ложь, запутавшись в пути, казалось мне, до цели я добрался, и вдруг тупик, и некуда идти. Так часто верив в собственные силы, мы, видя цель, стремимся на пролом, предназначение, предназначение пропуская мимо, летим в очередной судьбы и злом. Грянет новый рассвет, будет море, поверь, ты не верь никогда, в то, что выхода нет. Подзови в небеса, Бог услышит тебя, у него есть ответ, когда выхода нет. Но небеса в пути нас исправляют, дворец небес опять хранит ответ, И двери в тупики нам закрывает, ведет туда, где мы найдем ответ. Любовь отца безмерна, бесконечна, Как сына крепко за руку берет, Соединяя жизни, путь и вечность, Через шторма к победе проведет. Грянет новый рассвет, Будет море, поверь, ты не верь никогда, в то, что выхода нет. Подзови в небеса, Бог услышит тебя, у него есть ответ, когда выхода нет. Грянет новый рассвет, Встал о море побед, И не верь никогда, в то, что выхода нет. Грянет новый рассвет, Я позвал в небеса, Бог услышал меня, Бог услышал меня, У него был ответ, Когда выхода нет. У него был ответ, Когда выхода нет. Рядом новый рассвет. Рядом новый рассвет. Редактор субтитров А.Семкин